На базе Юлабужского института Казанского университета состоится 11-й международный фестиваль школьных учителей. На сегодняшний наутро зарегистрировалось 2418 участников, в том числе 2061 был на реформате. В Казанском университете завершился прием согласия на зачисление. Адитуриенты вправе отозвать согласие на зачисление. История визита Александра Сергеевича Пушкина в Казань. Уже на обратном пути Пушкин объехал Арское поле и 12 часам приехал в Казанский Кремль. Всем привет! В эфире Универньюз в студии Энджими Небаева. В Юлабужском институте Казанского федерального университета пройдет 11-й международный фестиваль школьных учителей. На прошедшей пресс-конференции рассказали, какие актуальные вопросы современной педагогики рассмотрят в рамках мероприятия. История фестиваля школьных учителей началась в 2010 году, в год учителя. Тогда государство впервые привлекло внимание широкой общественности к проблемам образования, обсуждению статуса и роли педагога. В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 августа на базе Елабужского института Казанского федерального университета. Сейчас наш сайт просто переживает такой бум активности. На сегодняшний день наутро зарегистрировалось 2418 участников, в том числе 2061 был на реформате. Три дня участники фестиваля живут в общежитиях Елабужского института, проводят время, обучаются в лабораториях и мастерских нашего университета, питаются в студенческом кафе. И все основные мероприятия проходят именно на базе нашего Елабужского института. Модераторами фестиваля станут 10 зарубежных специалистов, около 40 специалистов из вузов России и 22 из вузов Татарстана. В рамках мероприятия состоится выставка поставщиков товаров и услуг в сфере образования, 5 публичных лекций и 2 дискуссионные площадки. Очень важно, что в формате фестиваля учителей заложено проведение 105 мастер-классов. Сегодня педагогика очень мобильная, сегодня педагогика становится все более и более мультидисциплинарной и мультипликативной. Это на самом деле веяние времени. И специалисту в системе образования сегодня нужно обладать большим количеством умений, навыков, роботов. Фестиваль станет для педагогов способом повышения квалификации перед началом нового учебного года. Подключиться к мероприятию онлайн можно будет по ссылке на сайте фестивалюучителей.рф. Лобачевский Journal of Mathematics отметил свое 25-летие. Он является одним из первых в мире научных электронных журналов по математике, главным редактором которого является Александр Елизаров. Журнал был учрежден Казанским университетом и Российской академией наук в августе 1996 года. В Казанском федеральном университете готовится к публикации основной приказ о зачислении на бюджетные места. Об этом рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибик. Он также напомнил, что 11 августа завершился прием согласия на бюджетные места. И с 12 августа приемная комиссия приступила к проверке заявлений. В рамках нее будут выявлены двойные согласия, поданные абитуриентами в несколько вузов одновременно. Абитуриенты вправе отозвать согласие о зачислении. Если абитуриент нарушил правила приемной кампании 2021 года и подал одновременно согласие два вуза, и таким образом отняв учет и бюджетное место здесь либо там, будет прямая рекомендация к отчислению из всех учебных заведений о невключении в приказ 17 августа. Основной приказ о зачислении на очную бюджетную форму обучения на программу бакалавриата и специалитета будет опубликован 17 августа. Ряды студентов Казанского университета пополнят 3905 вчерашних абитуриентов. На внебюджетные направления до 21 августа мы принимаем заявление о согласии с линией, то есть те граждане, которые не прошли по общему конкурсу в бюджетные направления, не имеют права подать согласие на внебюджет, соответственно, заключить договор и быть рекомендованным к включению приказа 23 числа. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз. В журнале International Journal of Emerging Technologies in Learning была опубликована статья «Воспитание студентов-педагогов во внешкольной деятельности в условиях дистанционного обучения». Она была написана в соавторстве ученых из Казанского федерального университета, Глазовского государственного педагогического института и Сибирского федерального университета. Они разработали систему воспитания студентов в дистанционном формате и проверили ее. В авторский коллектив вошла ученая Казанского университета Роза Валеева. По словам авторов статьи, важно уделять внимание поиску технологий правильной и эффективной организации педагогического воспитания студентов, будущих преподавателей в процессе их обучения. Мало кто знает, но Александр Сергеевич Пушкин был проездом в Казани. О целях его визита расскажет в нашем сюжете корреспондент Илья Андреев. 6 июня в России отмечается Пушкинский день и День русского языка. Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, национальностей, вересповеданий, переводятся на десятки языков. В свое время Александр Пушкин приезжал к нам в Казань в сентябре 1833 года. Тогда его посещение было связано с работой над историческим романом о событиях крестьянского восстания 1773-1775 годов под руководством Емельяна Пугачева. Выехав из Петербурга 17 августа, посетив Москву и Нижний Новгород в ночь с 5 на 6 сентября, приблизительно в 23 часа 30 минут поэт прибыл в Казань. Переночевал он в гостинице Старого дворянского собрания в Петропавловском переулке, теперь улица Рахматульна, дом 6. Утром 6 сентября Александр Сергеевич отправился в дом генерал-майора Энгельгарта, в тести Евгения Абрамовича Боротымского, поэта и доброго приятеля Пушкина. Здесь он неожиданно встретился с самим Боротымским, направлявшимся в имение тести, село Каймара, ныне Воскогорский район. В этот же день Пушкин поехал на окраину Казани, в Суконную Слободу, с намерением пообщаться со стариками-очевидцами. В одном из кабаков, упомянутом в книге о Пугачеве, он беседовал со старым суконщиком Бабиным. О событиях июля 1774 года, штурме Казани и разгроме пугачевцев, правительственными войсками Михельсона, Бабин рассказал со слов своих родителей, которые были свидетелями упомянутых событий. Рассказ Бабина оказался очень интересным и важным для Пушкина. Всю вторую половину дня поэт обрабатывал записи своей беседы и сделал наброски будущей седьмой главы. По подсчетам исследователя Калинина, около 40% текста из рассказа казанского суконщика Пушкин внес в переработанном виде в седьмую главу историю пугачевского бунта. Утром следующего дня на проводах Боротынского в доме Энгельгарта Александр Сергеевич Пушкин встретился и познакомился с кадром Федоровичем Фуксом. От Фукса Пушкин узнал в частности о бывшем расположении лагеря Пугачева в Казани. Для того, чтобы воочию увидеть места в событии, один отправился по сибирскому тракту к деревне Троицкая Нокса в 9-10 верстах от центра Казани, где перед взятием Казани находилась ставка Пугачева. Уже на обратном пути Пушкин объехал Арское поле и к 12 часам приехал в Казанский Кремль, окруженный полуразрушенными зубчатыми каменными стенами и башнями. Ориентировочно в 6 часов 30 минут утра 8 сентября поэт выехал из Казани в Симбирск. Его провожал приехавший рано утром из Каймар Боротынский. При расставании Александр Сергеевич подарил ему свой портрет работника-художника Вивьена в небольшой рамке, сделанный самим поэтом. Этот портрет малоизвестен и хранится сейчас в музее Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Еще перед самим отъездом из Казани поэт написал два небольших письма. Жене Фукса Александре Андреевне, где благодарил за гостеприимство, и жене Наталье Гончаровой. Здесь я возился со стариками-современниками моего героя. Объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту страну. Посещение Казани помогло Пушкину при написании истории Пугачевского бунта. Записи пригодились ему и в «Капитанской дочке». Последнюю он с дарственной надписью выслал казанским друзьям, супругам Фуксам и Боротынскому. Но в Казани, к сожалению, этих экземпляров не осталось. Нужно сказать, что особенность вот этого экземпляра – это прижизненное издание. И нужно обратить внимание еще на одну особенность. Здесь в углавлении указана ссылка на источники. Собственно, когда приезжал Александр Сергеевич к нам в Казань в сентябре 1833 года, разговоры и та информация, которую он здесь подчеркнул, он здесь это указывает. История Пугачевского бунта стала первой попыткой всестороннего исследования этого грандиозного события в истории России. И долгое время единственной. Исследования художественных особенностей и исторических деталей, стоящих за строками его монографии, составляют отдельную ветвь современной пушкинистики. Илья Андреев, Радмир Сафиолин, Универньюз. На этом все. В студии была Энджи Минебаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok